Александр Левченко, дипломат, чрезвычайно-полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Босния-Герцоговина с 2010 по 2017 годы с нами на связи. Приветствуем вас в нашем эфире. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую вас. Приветствую вас. Не общались с осени 2022-го. Макрона таки заявили, что он снова может позвонить Путину. Об этом сообщила как раз в интервью Радио Франц, министра страны и дел Франции, Кантрин Калана. Я сейчас немножечко процитирую, что она сказала, для чего это необходимо такое общение. По ее словам, возобновление общения между Путиным и Макроном может быть возобновлено. Цитирую. Одна из проблем российской власти сегодня ее заключение в параллельной реальности. И мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции. Вот так вот она процитировала. Хотелось бы у вас спросить, Александр Михайлович, вы согласны с таким тезисом, который озвучила министр иностранных дел, что все-таки необходимо определенным образом вытягивать фактически Российскую Федерацию из ментальной изоляции и лично Путина в данном контексте? Как бы Франция себя так позиционирует, что вы знаете, что Макрон был и в Китае. И мы надеемся на структивную роль Пекина в решении вопроса. Пекин имеет влияние на официальную Москву. Так что и Макрон здесь. Ну, вы знаете, позиция общая европейцев. Пока коммуницировать с Москвой нет смысла, потому что то, что заявляет Кремль, как свой интерес, это фактически заставить за собой часть, если не все, то часть временно оккупированных территорий. И это не подходит ни Киеву, ни нашим партнерам, которые нас поддерживают. И я хочу сказать, что мир на условиях Украины, это значит мир на условиях действующего международного права. Это мир на условиях действующего устава ООН, действующих международных конвенций, которые гарантируют территориальную целостность стран-членов Организации Объединенных Наций. Это никакие выдумки какие-то Киева о том, что мы хотим чего-то, чего не прописано. Мы хотим того, как должно быть, как записано, создавался ООН. Мы, собственно говоря, фундаторы этой организации. Украина среди 51 членов была фактически основателем ООН. И поэтому мы хотим придерживаться того, что записано в уставе организации и конвенциях, которые принимались этой организацией. Россия, как мы знаем, туда пролезла незаконно, влезла на стул Советского Союза без процедуры прохождения, которая предусматривает решение, так сказать, рекомендации Совета Безопасности и решение Генеральной Ассамблеи. Ну и, соответственно, она ведет себя. Все заявления, которые мы слышим из Москвы, они, собственно, говорят о том, что нужно все пересматривать, что действующие международные права не совсем, так сказать, им соответствуют, их интересам. Ну, выходите из ООН, из ОБСЕ. Вас там никто не держит. А так фактически заявляет одно, а уставы организации этих важнейших по вопросам безопасности и мира во всем мире фактически другие студии. Давайте далее обсудим вот именно эту историю, которая предполагает по разным позициям, озвученных на разных уровнях. Мы вот вспоминали в свое время и президента Бразилии, а также лидеров Китайской Народной Республики. Какие-то, возможно, там компромиссы. Но есть и позиция официального Киева по этому поводу. Украина не пойдет на компромиссы с Россией, которая не заинтересована в переговорах, ведь уступки не обеспечит стабильный мир. Об этом накануне заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью «Морган Пост». По его словам, у Украины сейчас нет стремления к миру любой ценой. Давайте услышим эту позицию. Гнилой компромисс не может обеспечить стабильный мир для всех нас. Максимум – хрупкое перемирие. Любые разговоры о переговорах также являются полной ерундой, потому что россияне вообще не хотят вести переговоры. На данный момент я не чувствую никакого желания мира любой ценой. Если бы мы могли показать немного в военном плане, у нас в любом случае были бы слабые козыри на возможных переговорах. Подавляющее большинство населения Украины не хочет отдавать ни одного клочка земли ради мира. Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел Украины, в интервью «Морган Пост». Александр Михайлович, возможно, вы поправите, но в последнее время наблюдается очень много разных таких заявлений по поводу мирных треков. Да, вот и Соединенные Штаты Америки, и, соответственно, и Китайская Народная Республика. Вот Макрон тут подкидывает истории. Также, в свою очередь, и Виктор Орбан, и президент Бразилии. Заявляют практически, знаете, о том же, что вот пора бы сейчас что-то на этом треке делать и как-то коммуницировать между разными странами, которые могут использовать свое влияние на Российскую Федерацию. А с чем вы связываете вот эти участившиеся заявления по поводу вот мирных каких-то переговоров или заявления о том, что нужно сейчас формировать вот какую-то, я не знаю, там, ну, не коалицию, а определенную группу стран, которые могут в этом плане поработать? Ну, о том, что нужно достигать мира, это общечеловеческая ценность мира, понимаете? И поэтому ничего странного в этом нет, что кто-то выступает за решение вопроса мирным путем. Украина тоже за решение вопроса мирным путем. Россия не собирает свою армию, выходит со всех оккупированных территорий. И, так сказать, заканчиваем эту историю. Вот, я считаю, очень-очень-очень простой выход из ситуации. Но простых выходов, оказывается, не может быть, потому что Москва не придерживается международного права. И я бы назвал отличность позиций Франции и, скажем, того же Виктора Орвана. Виктор Орван заявил, что он поддерживает китайский план, а что он близок к Пекину. Лула Досила тоже, так сказать, в прямой коммуникации с Пекином, значит, ориентируется тоже, так сказать, на китайский, так назовем его план. В этом плане много вещей, немножко неконкретных, его нужно уточнять. Но, по крайней мере, он говорит о том, что должен уважаться принцип территориальной целостности. Что это значит? Ну, по большому счету, если это заявлено, то это значит, что территориальная целостность Украины должна быть соблюдена, когда все будет закончено или близится к концу. Поэтому здесь же и Франция. Франция никогда не говорила о том, что она бы за то, чтобы часть Украины отошла под власть Российской Федерации. Вернее, какие-то мы моменты ранее видели в заявлениях, скользь, но последние заявления очень четкие и понятные. Поэтому, собственно говоря, этот трек запускается для того, чтобы, очевидно, заканчивать войну, когда произойдет, в принципе, какое-то наступление, и какая-то начнется оперативная пауза. Очевидно, во время этой оперативной паузы, возможно, разговоры о том, что можно достигать мирного соглашения. И тогда уже аппетиты Москвы будут, конечно же, совершенно другие. Но, тем не менее, и Китай, и Париж могут предложить России мирно закончить это все дело. Придерживаясь принципов суверенитета и территориальной целостности. Это возможно. Но и возможны другие варианты, на которые мы не пойдем, которые не соответствуют всем нормам и принципам международного права, которое действующее. Но пока, так сказать, этого не просматривается. Студия. Александр Михайлович, а что такие звонки дадут, в частности, если будет налажено это общение телефонное в очередной раз, что они дадут самому Путину? Я вспоминаю, что в начале уже весны этого года как раз Песков фактически пожаловался, что Макрон и Шольц давно не звонили Путину. Я процитирую. Он тогда заявил, что лидеры Франции и Германии не инициируют контакты с Владимиром Путиным уже длительное время. Мы слышали много заявлений от Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину, разговаривать. Но это должны знать все. Не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора. Как вы считаете, что такие звонки дадут в первую очередь Путину? Ну, пусть Путин им разговаривает. Он объявлен в розыск. Он фактически подозревается в военных преступлениях. Напомню о том, что 20 тысяч детей Российская Федерация споровала в территории Украины. Это ужасное преступление. Прикрывается тем гуманитарными целями. Ну, мы же понимаем, что какие-то цели там вывозили и так далее. Но если вы хотите помочь детям, вы бы могли хорошо через Красный Крест их отправить на территорию, которая контролируется Украиной. И здесь у нас есть абсолютно все возможности их принять. Значит, Российская страна их просто украла и прикрывается какими-то там целями, гуманизмом и так далее. Не та страна ориентируется на гуманизм. Что такое официальный Кремль? Официальный Кремль и гуманизм – это две противоположные вещи. Ну, может быть, российские граждане это еще до конца не осознали, учитывая ту пропаганду, которая ведется у них по телевидению, на веб-порталах и так дальше. Но весь мир считает, что понятие Россия и какие-то гуманитарные ценности – это немножко, или я бы сказал, даже очень различные вещи. Поэтому мы говорим о том, что необходимо, конечно же, иметь какие-то каналы коммуникации с Путиным. Наверное, они должны быть какие-то закрытые. Наверное, какие-то должны быть и открытые. Я понимаю, Франция – независимый игрок, хочет, так сказать, показать себя хорошим медиатором. Ну, если Макрону удастся уговорить Путина уйти по добру, по здорову из Украины, мы только будем приветствовать инициативу Парижа. Студия. Давайте далее поговорим о, знаете, разных заявлениях, в частности, от представителей Южной Америки. Да, мы вспоминали уже Досилову, президента Бразилии. На мирных переговорах высказывался на днях и президент Колумбии, Густаво Петро. 5 мая он был с официальным визитом в Испании. И в интервью одному из местных изданий также призвал к началу, как он там заявил далее, цитата, «безоговорочных мирных переговоров между Россией и Украиной». Ну, хотя при этом не упомянуло, что именно Российская Федерация напала на Украину. В целом, Латинская Америка не заняла позиции. Позиция латиноамериканцев заключается в том, что мирное соглашение должно быть заключено, потому что мы страдаем от голода из-за роста цен на продовольствие. Мы не заинтересованы в продолжении этой войны. Александр Михайлович, знаете, к вам вопрос как к опытному дипломату, как специалисту в этой сфере. Знаете, на поверхности он простой. А зачем делать заявления, которые ни о чем? Ну вот, вот что? Знаете, вот есть вопрос, чтобы что? Показать, что какая-то есть позиция по очень важному вопросу, миробезопасности на планете, он сейчас самый главный. Поэтому страна должна как-то определиться. Как говорили в Советском Союзе, мы за мир во всем мире, или хотя бы за его часть мира, то есть часть мира завоевать. Вы понимаете, да, с этой игрой слов. Поэтому определенные нарративы российское посольство там ему доносило в Колумбии. Вот он слышал что-то и так дальше. Но вы вторую часть фразы хорошо поняли. Да, потому что мы голодаем. Когда началась военная агрессия, один африканский министр иностранных дел звонил в Киев и предлагал нам побыстрее сдаться для того, чтобы, так сказать, опять открыть возможность продажи зерна в его африканскую страну. Ну, мы сказали, что у вас, господин министр, очень странная позиция, по крайней мере. Ну, и как министр иностранных дел, наверное, вы должны были чуть-чуть думать о том, что вы предлагаете Киеву. Может быть, Колумбия и голодает, так не из-за того, что Киев что-то не сделал. Колумбия голодает из-за того, что существует российская агрессия, которая попирает все существующие международные соглашения. Поэтому проблема голодания Колумбии находится в Москве. Разговаривайте с Москвой, пусть заканчивает эту войну, пусть выводит свои войска. И, естественно, вопрос возобновления всех поставок, продовольствие будет решен очень и очень быстро в студии. Александр Михайлович, и знаете, вот напоследок хотелось бы с вами еще пройтись по этой истории. Но, в частности, знаете, есть позиция, которая завязывает Соединенные Штаты Америки и Китай на то, чтобы они объединили свои усилия и где-то нашли точки соприкосновения для того, чтобы привести хоть к какому-то результату. Мы не знаем, как этот трек может начаться, каковыми могут быть эти переговоры, но с учетом даже информации от издания Bloomberg о том, что главы Минобороны и Вашингтона, соответственно, Соединенных Штатов Америки и Китая, они ищут, встречи, в частности, в Сингапуре, для того, чтобы обсудить, ну, понятно, вот этот вот очень большой круг вопросов, представляющих очень важный интерес для любой из этих стран. Вот если брать какой-то трек, то это, по вашему мнению, это в любом случае должно происходить где-то при контактах, при связке Вашингтона и Пекина? Ну, это две страны, которые фактически лидируют в мире, политически и экономически, их мнение очень важно, их позиция очень важна, в том числе в решении того, что происходит с российской агрессией. Условно, если бы Вашингтон договорился с Пекином, что они считают российскую агрессию вредной, не только в контексте того, что завоевана часть украинской территории, она вредна для существующего международного правового порядка. Я думаю, если бы они с этим заявлением совместным выступили, это бы очень и очень повлияло на позицию Кремля. Очень и очень повлияло. Поэтому у них есть масса и двусторонних вопросов, которые они будут обсуждать. Ну и, конечно же, вопрос российской агрессии, он везде стоит на повестке дня важных международных вопросов. Между тем, с американской стороной мы в постоянном контакте, нашу позицию мы им довели. С китайской стороной начался этот контакт, разговор после телефонной беседы главы КНР и президента Украины Владимира Зеленского. Мы знаем, что этот разговор был начальный, и он будет продолжен. Поэтому мнение о том, что эту агрессию нужно заканчивать, если они на Вашингтон и Пекин придут к такому решению, это будет очень полезное решение, правильное решение, которое наверняка ускорит движение мыслей Кремля в правильном направлении, а не в сторону оголтелого шовинизма и расизма, который сейчас, как идеология, оглавенствует Российской Федерации как современная форма российского фашизма. Александр Михайлович, благодарим Вас за участие в нашем эфире. Обязательно увидимся и действительно будем следить за тем, как Париж и, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон будет действовать в ближайшее время. Произойдет ли все-таки восстановление телефонного общения с лидером Кремля Путиным? Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Босния и Герцеговина, с 2010 по 2017 годы был с нами на связи.